всем привет немного вот так немного опоздала на прямой эфир но были дела только забежала домой давай скорее подключать телефон к зарядке потому что разрядился подключать микрофон в общем все мы наконец-то с вами вместе в прямом эфире сегодня у нас уже 15 день марафона это значит что мы уже очень очень много всего нового важного узнали и сегодня мы с вами будем говорить на тему очень важную на самом деле и очень такую сложную для многих что есть результат похудения да какие результаты у похудения ну и так скажем марафона как части этого похудения потому что многие к сожалению воспринимают как результат только цифру на весах и это конечно в корне неверно и еще это конечно же так скажем переключая да не дает увидеть те результаты которых на самом деле вы уже добились далее хотя возможно цифрка на весах по-прежнему стоит или возможно она это совсем немного отклонилась потому что всем нам хочется быстрее побольше и так далее вот так какой у вас сразу вопросы по теме пошли какой у вас размер одежды размер одежды у меня 48 но вообще вверх где-то 46 низ точно 4850 потому что бедра у меня крутые по-прежнему даже после похудения вот приветствую всех кто пришел на прямой эфир большое спасибо всем за сердечки ну и конечно же жду ваши вопросы жду с нетерпением новых рецептов да я жду с нетерпением когда мне снимут гипс это случится в пятницу и на самом деле рука мне отлично шевелится человек кстати не ожидала дико боялась что будет какую-то там ну не знаю долгое восстановление потому что тоже как люди начиталась разного в интернете оказалось что прям хорошо на меня шевелится и как-то так скажем все хорошо на самом деле так что с нетерпением жду пятницы а на ужин сырники можно я не воспринимаю сырники как вариант ужина потому что не привыкла есть творог вечером вот поэтому если это сырники которые вы запекли в духовке то да возможно но и все-таки я по-прежнему считаю что но не то что считаю на моем до личном опыте похудения на 55 килограмм все-таки лучше чтобы был плотный ужин состоящий из основного блюда из салата и тогда по вечерам в холодильник посещать навещать лишний разок не будете и конечно же тогда вы сможете так скажем более долгосрочной перспективе но худеть постоянно стабильно и что самое главное без как сказать без лишнего стресса что на самом деле действительно очень важно вот что еще хочу сказать добрый день не мари не могли бы вы в каждом своем рецепте показывает норму весе для одной порции то него всех есть елена на самом деле таких видео просто воду завались на ю тубе и все в принципе в одних и тех же пределах вот то есть вы можете посмотреть дневники питания там более ста дней и все таки мы в конце концов то что мы разные варианты пробовали сергеем а вот но в конце концов мы пришли с сергеем к такому мнению что все таки рецепты это рецепты то есть рецепт это мы показываем что-то да допустим есть варианты у нас видео меню на день и тогда это меню на день и я показываю вес порции а не просто рецепты где но просто рецепты потому что на самом деле есть люди которые не худеют им не нужен вес порций им интересны рецепты как бы все люди разные есть те кто снижает вес и соответственно им интереснее дневники питания поэтому для того чтобы скажем так скажу чтобы как можно больше людей были довольны и получали что им действительно нужно и интересно мы пришли к тому что все это дело разделяем а почему у меня рост как у вас размер одежды такой же как у вас а вес больше как так что мне делать вы знаете на самом деле это очень индивидуально во первых вопрос насколько больше во вторых очень все индивидуально у всех разное количество даже костной массы и мышечной массы и так далее то есть это все индивидуальные особенности их никто не отменял просто больше на 3-4 килограмма или там много килограммов это как бы ну серьезная разница на он там рыся своим хвостиком летает вот итак сегодня мы с вами говорим про результаты похудения кроме весов до обязательно делитесь комментариях что вы заметили за время марафона но на самом деле если похудели про это тоже конечно можно нужно на 15 честно не знаю то есть это 80 килограмм ну не помню сколько у меня был какой у меня был размер наверное 50 52 у меня был вот когда я 80 весело просто честно не помню вот ну не буду врать куда весело 80 ну наверное да было точно 50 52 потому что те джинсы которые я покупала осенью вот 19 года весной 20 мне большие а вот да значит где-то было 50 52 у меня вот так так хоть и нет добрый день маша скажите пожалуйста каким орехом вы отдаете предпочтение орехом ну в основном по привычке наверное для многих это все-таки грецкие орехи еще берем фундук но это из самых доступных конечно я очень люблю кедровые орехи они безумно вкусные и безумно дорогие вот еще люблю пекан он тоже жутко дорогой а вот арахис я не покупаю потому что он ну тяжелый как бы в переваривании потом тяжесть такая вот вот поэтому в разные орехи так если связь между ростом и количеством принимаемой еды а все-таки связь больше с весом а маша вы настоящий позитивчик спасибо вам посмотришь ваше видео и настраиваешься на правильный образ жизни я похудела на четыре с половиной круто большое спасибо за отзыв так роста 68 без 82 и вес не снижается хотя пробовала разные диеты так смотрите по поводу того что вес у вас не снижается просто напишите мне в директ я вам скинул ссылку на видео почему стоит вес а на ю тубе там все очень подробно понятно и возможно вы просто ну не знаете что именно по этой причине ваш вес стоит сегодня приготовила пирог из кабачков супер рецепт он правда вкусный овсянку на ужин можно но если я ем овсянку на ужин то это будет либо овсянка с овощами и грибами либо это будет ну овсянка просто как гарнир на воде мне на самом деле очень нравится так пруссова здравствуйте мария по вашему методу стала так классно себя чувствовать что похудение ушло на второй план главное чтобы это легкость и бодрость не прошла круто да на самом деле вот из одним из самых первых результатов удивляющих людей как сказать что они не ожидали потому что она в основном естественно кто приходит на личное сопровождение они приходят чтобы похудеть они чтобы там себя лучше начать чувствовать да ну будем честными вот это все-таки понимаем да логически что будет меньше вес вот и соответственно улучшится здоровье но когда то там тогда а да там через время но то что себя хорошо чувствуешь сразу практически да там ну буквально то есть у нас консультация раз в неделю то есть через неделю мне уже говорят вау я стала там раньше ложиться раньше оставать лучше себя чувствую появилась энергия там силы и это конечно круто вот поэтому это на самом деле супер и это то что действительно помогает оставаться на этом пути потому что когда ты знаешь как хорошо ну действительно хорошо по-настоящему то есть нехорошо обтрескавшись шоколада там ну я про свое рассказываю да ну или опившись пиво там с рыбой с чипсами чего уж там душой ты кривить или там съев пол торта или закидав там полкило оливьешки вот то оказывается что это не то хорошо от которого тебе хорошо это вообще плохо и это неприятно это не комфортно и это совсем не делает счастлива а вот именно эта легкость потому что мне сергей сергей фильм куда ты бежишь куда ты бежишь а у меня просто ну настолько я себя хорошо чувствую что я и так энергичный человек но я естественно похудев лучше начав себя чувствовать начала еще быстрее ходить и делаю это на самом деле с удовольствием так машенька скажите я сладкое заменила изюмом сколько можно любых сухо сухофруктов то есть это изюм курага чернослив инжир финики в общем все что вы найдете сухофруктового можно около 30 граммов перебрала в последние дни с орехами и объема заметно увеличились светлана но на самом деле орехи они такие увлекательные такое бывает с многими на самом деле ну перебрали ну возвращайтесь все бывает сейчас лето едим больше салатов свежих фруктов и ягод и все будет отлично машинка хотелось чтобы вы рецепты приготовления только показывали но и писали валентина под каждым видео на youtube обязательно есть описание с подробным рецептом и количеством ингредиентов маша я почти за месяц похудела на четыре с половиной спасибо вам за помощь отлично спасибо разгрузочные дни постоянный вопрос я не делаю разгрузочные дни во первых во вторых разгрузочные дни делать не нужно потому что это не инструмент для здорового похудения потому что тот отвес до в кавычках которые вы увидите на следующий день на весах но правда это не будет 700 граммов жира там или кило двести жира это будет просто обычное обезвоживание которое естественно потом восстановится и нет ни одного исследования которое бы показывала и доказывала что разгрузочные дни это вот то что помогает людям худеть и то что помогает людям сохранять результаты этого похудения поэтому я не делаю ни разгрузочных не загрузочных дней а просто вот разнообразно питаюсь и все отлично так не нужны уже ответили отлично вес стоит объемы стали меньше как это возможно но я довольна на самом деле вы знаете вот опять похудение это нет такой вот процесс из разряда математика для второго класса тут поменьше положила и тут у тебя на весах поменьше стал то есть желудок поменьше положили грубо говоря ну утрируя да все это дело и на весах ее циферки меньше на самом деле это так не работает вот то есть во время того как вы худеете происходит много вообще огромное количество различных процессов потому что жиры расщепляются их нужно выводить то есть это для организма точно такая же нагрузка если та нагрузка когда вы ели все подряд ну допустим я про свой поджи рассказываю да я так делала или когда вы сидели на диетах это все привычно но когда вы начинаете худеть по нормальному не всегда в первую очередь уходит вес такое действительно бывает что можно есть и творога я не знаю все можно есть и сторога можно делать пирог с творогом всякие сырники в духовке на сковороде какую-нибудь творожную запеканку баклажаны с творогом нереально вкусно все можно с творогом люблю творог маша ответила я похудел на 20 килограмм за четыре месяца и стал вес наверное переедаю фрукты ирина не знаю как вы худели потому что 20 килограмм за четыре месяца все-таки это многовато потому что возможно вы просто мало едите и сейчас стали есть фрукты и поэтому как бы вес встал вы знаете мой эндокринолог дает мне все те же советы что и вы круто значит у вас хороший эндокринолог потому что ко мне периодически на консультацию приходят люди которым эндокринологи вот я вчера кстати про это говорила назначают всякие сейчас не буду естественно в эфире говорить торговой марки препараты которые должны якобы редуцировать до аппетит отвращение там вызвать к идее в общем жуткие назначают препараты которых совсем на самом деле не нужно машенька вы обещали нам рецепт из баклажанов очень ждем да я в принципе тоже жду когда мне гипс снимут потому что пока гипс не сниму особо ничего не получится так машенька вы молодец спасибо за ваши публикации они мне очень помогают спасибо за отзыв маша небольшие ли порции вас у меня порции просто отличные они сытные помогает мне быть здоровый энергичный получать все что мне нужно для моей обычной жизнедеятельности с питанием и что самое главное они мне позволяют полностью убирать какие-либо срывы потому что я ем достаточное количество самой обычной еды я по вашему методу по стране ла на 5 и 5 за месяц или чуть больше хочу очень жареный пирожок их можно есть не с утра а натали но честно если вы все-таки подключились к моему методу жареный пирожок ну ударит по печеньюки но не надо испеките пирожок съешьте с утра и все будет отлично кофе с сахаром пить можно я пью кофе утром кофе у меня зерновой завариваю во френч прессе добавляю молоко и две чайные ложки сахара потому что я не могу пить кофе без сахара это жутко но лично для меня есть люди которые любят без сахара да для меня это не вкусно это будет тогда испорченное утро и с медом не не подходят ну и так далее поэтому пью кофе с сахаром две чайные ложки так результатом похудения скорее стали не цифры на весах будет наверное продолжение посоветуйте завтра хочу начать что нужно делать с утра с утра выпить стаканчик воды и конечно сегодня продумать меню которое будет у вас завтра чтобы вы действительно начали а вот как уменьшить объем желудка и так уменьшить объем желудка можно только одним способом это резекция по сути это калечащая операция далее никакими другими способами от того что вы начнете есть там периодически советуют по 150 граммов по 200 граммов за один раз ваш желудок не уменьшится это так не работает стандартный объем ну да так скажем в популяции у обычного взрослого человека 500 миллилитров то есть от того что грубо говоря у вас есть мы будем очень утрированно объяснять у вас есть пакетик какой-нибудь из магнита из пятерки и от того что вы в этот пакетик начнете меньше чего-то класть ваш пакетик не станет меньше точно так же и с желудком вот единственное чем его можно конечно растянуть это если вы за раз съедаете 3-4 килограмма твердой пищи то есть мы съели 3 килограмма бутеров накидались пару килограммов оливье тогда конечно так как желудок это мышечный орган он будет растягиваться отсутствие сигнала о насыщении происходит из-за того что везде в нашем организме да есть нервные окончания и естественно в нашем желудке как и в любом органе эти нервные окончания есть так вот когда мы переедаем раз за разом до дальше и когда мы едим много допустим какой-то сухомятки твердой пищи то есть ну те же самые бутерброды какие-то там салаты такие конец жареная картоха с мясом в жареной картошки нет ничего плохого лучше запекать вот и я говорю именно про количество и что происходит наши нервные окончания которые есть желудке объемом по-прежнему 500 миллилитров раз за разом когда вы много едите и какую-то такую пищу тяжелую они на них каждый раз идет сильное воздействие игра за разом раз за разом она эти рецепты идет очень сильное воздействие и когда вы начинаете меньше есть а рецепторы у вас уже так скажем не в порядке они не понимают что вы уже нормально поели плюс еще никто не отменял психологических причин на почему у вас не физиологический голод а психологически это тоже важный момент вот поэтому объем желудка уменьшать совсем не надо надо постепенно приходить к нормальному здоровому питанию вот и со временем поверьте моему опыту ваши рецепторы как ну и на самом деле человеческий организм просто невероятно и восстанавливается вот компенсатор на их возможности очень очень много вот поэтому конечно же просто нужно нормально питаться как ну вот я предлагаю опять как питаться решаете вы и со временем в течение месяца возможно 2 все придет в норму в том числе и рецептора вашему желудке и вам уже не захочется есть больше потому что вы уже будете чувствовать что многовато что вы переели что тяжеловато и в следующий раз просто хотите меньше ну конечно решили начать круто приветствую вас хочу приготовить котлеты с кабачком но не нашла манку твердых сортов можно заменить а геркулесом самым обычным спасибо за ответ на ореха вдорвалась по причине поста ничего скоро заканчивается отлично но орехи тоже нужны маша с праздником семьи вас это здорово когда муж поддерживает жену и идет с ней в одном направлении а вы знаете это не муж со мной идет на одном направлении мы с ним вместе идем в одном направлении наверное так я могу это сказать потому что и я не хочу чтобы вы думали что у нас какие-то там идеальные отношения или там какие-то мы идеальные там типа люди нет на самом деле у нас как и у всех бывают разногласия бывают ссоры и вообще очень капризная как он не говорит капризная женщина вот и это ну абсолютно нормально и конечно всех тоже поздравляю с праздником и самое важное это диалог естественно и некоторый предмет торга а то есть всегда в жизни это но это нормально да если ты хочешь что-то получить ты должен что-то отдать то есть и естественно просто ну договариваться обговаривать что подходит вам что подходит вашему партнеру и в конце концов это все лучше и лучше работает и ну конечно важно чтобы было вместе интересно нам всегда интересно мария спасибо благодаря вам я с легкостью отказалась от хлеба сладкого и колбасы то без чего я раньше жить не могла юля круто вы умничка вы молодец и на самом деле всю эту работу сделали вы и я конечно вами горжусь но и вместе со всем сообществом радуюсь вашим результатом так продолжаю можно на вечерний перекус овощи в кисло-сладком соусе так если вы кисло-сладкий соус приготовили самостоятельно то да так маша вопрос нестандартная как есть если хочется покушать чебуреки испеките что-то с мясом в духовке чебуреки из лаваша в духовке склеиваются яичным белком очень вкусно получается а круто спасибо за совет водичка как всегда здесь кстати надо попить сейчас посмотрю время то есть на процесс похудения не влияет размер порции 150 или 300 конечно влияет если вы будете есть 150 граммов вы будете голодную злой женщиной это во первых а во вторых вы элементарно ну просто не будете недополучать питание и во вторых если вы будете есть по 150 грамм вы будете есть по 150 грамм постоянно каждые два-три часа и это полный бред да это дробное питание потому что вы будете постоянно есть и так ни один человек не сможет прожить всю жизнь вот поэтому и и конечно же это ну опять просто жутко огромное поле для срывов потому что ну когда человек не доедает естественно хочется есть мы просто давайте опять я вас призываю всех вот посмотреть без вот этих вот без купюр да то есть без всего того что нам навязывается при похудении и подумать вот смотрите да у всех у кого есть дети знают что ребенок ну вот у меня допустим младшая дочь перед сном спокойно уговаривала 330 миллилитров детского молока и ребенку было два года до то два три годика ей было она нас любила выпить молока из бутылки вот и получается что взрослый человек почему-то должен каким-то странным волшебным образом взрослая тетенька да не маленькая двухлетняя девочка должна почему-то наезд со 150 граммами и еды такого не бывает и поэтому конечно разница однозначно есть ваши порции для меня много я я меньше самочувствие хорошая провес пока ничего не могу сказать решать вам наши добрый вечер хочу посоветоваться по поводу режима дня я пенсионер а можно ли утренний подъем делать позже и завтрак тоже или это влияет на результаты похудения если вы на пенсии то тем более встаем пораньше ложимся тоже пораньше почему это влияет не только на результаты похудения это вообще влияет на ваше здоровье потому что циркадные ритмы и то есть ритмы отдыха до сна никто не отменял люди такие животные которые должны ночками прятаться в пещерах ну на слава богу будет благоустроенной квартиры да а когда солнышко встает должны просыпаться и быть активными поэтому полу ночничать это плохое решение это не рабочие решение и это очень часто такая распространенная ошибка которая многим мешает худеть поэтому постепенно потихоньку налаживайте ваш режим дня и кстати на youtube видео на эту тему тоже есть а что можно жареную картошку всю жизнь искала диету с жареной картошкой неужели я нашла а во первых это не диета во вторых картошку нужно просто одну запекать в духовке это правда вкусно и если прям так хочется то жареную картошку можно раз в неделю в две но просто тяжеловато будет я так люблю хлеб вот не могу особенно горячий свежий бородинский когда дома нет хлеба я страдаю как быть ешьте хлеб утром не страдайте я постоянно что-то жую как быть жуйте значит что-то безопасное жуйте что жуйте салаты жуйте яблоки жуйте любые фрукты и ягоды и запивайте все это дело водичкой как отказаться от конфет моя слабость печеньки не люблю а я вот любила и конфеты и печеньки как отказаться берем и отказываемся но а не отказываемся совсем а заменяем наши сладости это сухофрукты это орехи допустим с медом очень вкусно это те же самые конфеты которые я предлагала готовить и сухофруктов орехов там и из творога из какао то есть вариантов на самом деле много то есть от конфет не нужно отказываться конфеты нужно поменять на здоровые варианты потому что сладкое на самом деле необходимо но просто нужно выбирать то что подходит ну вообще просто для здоровья ну и в том числе для снижения веса машенька спасибо за ваши рецепты я уже похудела с ноября месяца минус 17 килограмм продолжаем дальше питаться по вашим рецептам также нет меня прогулки круто что могу сказать супер очень очень-очень рада за вас может есть много хлеба без него есть не может наверно машине какую физ нагрузку ты предлагаешь для начинающих все зависит от вас потому что нет никакой такой универсального до какого-то совета если у вас если у вас большой вес если у вас ожирение да то любая физ нагрузка это нагрузка на суставы на сердечно-сосудистую систему потому что и так она много лишнего веса лишний жир который вредит здоровью это сложно поэтому лучшая безопасная нагрузка это прогулки причем прогулки не какая-то там спортивная ходьба а просто прогулки те которые вам по силам если у вас на данный момент никакой физической активности начните ходить 10-15 минут в день все ну естественно по климату потому что в астрахани сегодня вот 43 днем и естественно ну это прям таки будет какие-то суицидальные наклонности если начать ходить по 15 минут вот по солнышку астраханского поэтому конечно все с поправкой на вашу индивидуальную ситуацию до дальше еще конечно хорошая физическая активность это бассейн до плавания но если у вас есть в ореоле вашего обитания так скажем а приличный бассейн который ну не противно посещать и недорого кстати да посещать то это просто отлично потому что вода снимает нагрузку суставов ну и вообще это хорошая физическая активность какая-то обычная зарядка которую я показывала вот вообще в начале нужно не про зарядку думать а налаживать питание потому что и я каждый раз про про это спрашивают очень часто и все-таки лишний вес набрали не из-за того что вы каждый день не пробегали там какие-то марафоны и там по стадионы и там на велосипеде не ездили до поселения нет лишний вес ну 95 процентов 8 процентов случаев мы набрали потому что мы слишком много ели ели не того ели не вовремя ели на ночь заедали стрессы и проблемы да и радости заедали чего уж там поэтому ну вот какие-то такие самые самые простые так где посмотреть мне на неделю меня на неделю очень просто найти на youtube просто скажите в поисковик youtube голосовой есть можно не писать меню на неделю плейлист мира не вич и вам все покажут если не найдете напишите в директ скорее всего завтра утром я смогу ответить маша спасибо вам спасибо той женщины которую я встретил яндексе дай бог вам здоровья отлично так продолжаем по вашему методу хлеб только два раза в неделю а можно каждый день кусочек по утрам а по поводу хлеба да я хлеб вообще уже давно не ем хлеб или выпечка два раза в неделю вот если такие серьезные проблемы то да на начальных этапах съедайте ваша так скажем стандартный кусочек хлеба утром для того чтобы себя ну просто нормально давь чисто психологически чувствовать а потом постепенно вы сможете сократить и просто опять для того чтобы было разнообразие потому что разнообразие это то что помогает получать все что нужно с едой и конечно же она еще позволяет так сказать уменьшать количество срывов поэтому пока можно так начала ходить с вами с 25 июня сортов стартовала со 110 килограмм что самое прекрасное бежать к холодильнику по вечерам обжираться совсем не хочется пока минус 3 ваш метод машинка для меня спасибо за ваши советы круто что могу сказать хорошо стартовали очень и очень за вас рада и прекрасно понимаю какое облегчение чувствовать до понимать и вот эта надежда когда теплится что ты сможешь перестать быть пленницы этого холодильника или думать что теперь пленится этого холодильника и так по поводу орехов что орехи с медом и с кусочком сыра я тоже а нет с кусочком сыра либо с орешком пекан дамы к макадамию я не пробовала честно ну все еще будет рецепт их и полезных конфеток можно рассказать такие рецепты не рассказываю я их показываю поэтому можно просто сказать опять мироневич конфеты и вам покажет youtube я новенькая очень рада что с вами за полтора месяца похудела на 4 и 3 питаясь по вашему методу заметила что входя в магазин не стала смотреть колбасный кондитерские отделы и так полтора месяца круто очень-очень рада надежда вы молодец привет мария можно варить суп с консервы с тунца в собственном соку да можно но не часто пару-тройку раз в месяц машенька спасибо за ваше позитивное видео они очень сильно мотивируют и придают силы и желание продолжать правильно питаться отлично большое спасибо по поводу прогулок могу посоветовать завести собаку но это вы знаете извините конечно так себе совет потому что собаки как и кошки требует много денег плюс кошки-то ладно они дома сидят собаку это гулять это ну как завести ребенка на самом деле поэтому тут заведешь и от стресса начнешь и есть как посчитаешь как собака обходится поэтому собака аккуратнее но опять если кто-то мечтал то возможно да но все-таки опять кого-то где-то что-то заводить для того чтобы похудеть это ну не самое лучшее решение потому что нужно разбираться с тем что есть потому что собака это ну действительно дополнительные усилия до по присмотру и так далее так далее вот поэтому как-то так маша я хоть с вами стала ходить в туалет сама без таблеток с диетами убила метаболизм это для меня важно вы знаете спасибо вам большое что вот вы смелая и написали про это потому что огромное огромное на самом деле количество женщин постоянно мучаются от запоров потому что диеты какие-то там таблетки и добавки отсутствие клетчатки до в рационе то есть там постоянная рекомендация ограничивать фрукты даже да и овощи уже ограничивать вот естественно это все жутко негативно сказывается на пищеварительное желудочно-кишечном тракте и вообще конечно же на обмене веществ очень рада что у вас налаживается спасибо что честно написали об этом ем окрошку круто окрошка то что нужно особенно этим летом люди а зачем вы едите порции по весу как у маши это все индивидуально у всех разный рост вес машине навязывает и не призывает есть точно такие же порции как у нее но это же очевидно на самом деле можно просто попробовать и естественно дальше вы уже отрегулируйте под себя вес порций маша здравствуйте с помощью вашего питания за два месяца минус 8 килограмм спасибо большое круто большое спасибо за отзыв яблоки стали такие сладкие да я кстати сегодня целый день была занята не успела сделать перекус и прямо мечтаю уже о яблочке еще больше уже не и вдруг три дня назад опять захотелось это продолжение шоколада почему так сработал организм я ем сухофрукты выпечку по вашим рецептам я не сорвалась благодаря только поддержки сообщества продолжая почему так ну потому что это так и вы с этими привычками до с этой едой были на самом деле долгое время и конечно же для того чтобы с этим делом расстаться нужно тоже время то есть для того чтобы вот спокойно начать относиться совсем где-то нужно полгода где-то год чтобы вот прям спокойно на все это дело смотреть вот и самое главное у нас есть сообщество есть поддержка и важно вот вы на самом деле все очень правильно сделали а то есть в такие моменты не срываться а конечно же просить о помощи и как вы видите это сработало спасибо что поделились а еще хочу сказать что зачастую голод имеет не физиологическую природу да а какие-то психологические моменты возможно какой-то стресс еще что-то и возможно просто сильно устали да и захотелось как-то вот поддержать силы по старенькому разное бывает вы все сделали правильно и конечно продолжаем недавно узнала что весь арахис геномодифицированные его есть опасно на самом деле вы знаете если бы не было гена гмо-продуктов мы бы с вами уже все умерли от голода потому что вы знаете это такой еще распространенный миф о том что вот это какие-то продукты там страшные нам особенно любят всякие такие хайповые заголовки писать на самом деле это продукты которые просто улучшены для того чтобы их не жрали при дизеле соответственно был больше урожай да там чтобы какая-то у них была температура при которой они растут чтобы урожайность была выше то есть на самом деле это все ну такие сказки белого бычка вот то есть это все можно есть я думаю что сейчас ну большинство продуктов с какими-то там селекционированные генно-модифицированные так далее это нормально это развитие науки и люди на самом деле просто которые пишут даже на тех продуктах которые ну отродясь не были гамма что они не без гмо и за это они просто повышают так скажем цену элементарно арахис на самом деле нужно ограничивать почему потому что он не самый полезный из орехов то есть по составу полезных жиров полезных каких-то там витаминов минералов и так далее да он как бы не так скажем в топе полезных орехов вот и все и он действительно тяжело просто переваривается нагрузка на печень поджелудочную так далее спасибо все впитало все понятно будем ждать снижение веса без срывов отлично обязательно напишите екатерина я скинула с 97 до 89 круто так машенька по стрепушки на овсянке творога это только с утра можно есть что же тогда на второй перекус едать без перекуса не как сахарный диабет 2 так овсянка творог ну для меня это завтрак то есть это какие-то кексы и так далее если вы хотите сделать себе перекус сделайте овощной салат поешьте фрукты которые вам там можно если у вас для обед 2 поешьте не знаю овсянку на воде этом с овощами это вкусно на самом деле вот поешьте йогурт то есть вариантов много маша скажите просто если обед не хочется кушать первым можно заменить салатом попробуйте посмотрите я все-таки рекомендую придерживаться тогда у вас будут известные результаты за месяц похудела на три килограмма это нормально или мало это отлично вы молодец 10000 шагов это обязательно я много говорил об этом быстро повторяю а 10000 шагов ходить не обязательно все люди разные и еще раз повторюсь до зависимости от вашего состояния здоровья действий шагов ну просто если большой вес могут быть просто опасны элементарно для ваших суставов для вашей сердечно-сосудистой системы вот поэтому кстати по поводу еще шагов исследование быстро прямо сейчас и подтвердили что именно вот такая цифра семь с половиной тысяч шагов это та физическая ежедневная активность которая приводит к тому что люди которые ходят вот семь с половиной тысяч шагов кстати исследование проводилось на женщинах живут дольше имеет меньше проблем со здоровьем и кстати корреляция от того что в большую сторону то есть если вы проходите 10000 шагов то вы живете дольше чувствуете себя еще лучше чем те кто проходит просто 7 с половиной тысяч шагов и и замечено не было поэтому самое главное постепенно увеличивать нагрузку и вообще все таки самое главное не забывайте заниматься это питанием режимом это самое важное мой организм к овощам привык теперь ключа к бобовым отлично а перекусы делать обязательно если не хочется перекусы делать совсем не обязательно если не хочется то и не делайте как вступить ваше сообщество очень просто в закрепленном комментарии под каждым видео на youtube есть ссылка и на инстаграм и на сообщество и еще в instagram шапки профиля есть подробнее насколько я помню и топ-линк то есть вы нажимаете там будет ссылкой на youtube канал и на сообщество в обер так еще можно попасть кофе с молоком можно считать перекусом да по поводу сообщества ответила если когда-нибудь захочется съесть дольку шоколада это будет считаться срывом екатерина не знаю если вы сидите дольку я таких экспериментов не провожу молоко это и да да шоколад от 15 до 30 грамм но тяжело держаться и не съесть всю я таких экспериментов не провожу и на самом деле одной шоколадки тоже достаточно для того чтобы понеслась душа в рай а маша где-то читала что льняное семя способствует похудению куда его можно добавлять его можно добавлять йогурт можно добавлять в кашу и так далее вот опять нет никаких суперфудов волшебных продуктов есть просто разные продукты и льняное семя один из продуктов которые вы можете использовать для здорового питания и для того чтобы ваши здоровые питание было разнообразным все то есть это один из элементов и грубо говоря ингредиентов вашего питания другой никакой нагрузки там льняное семя год же и там не знаю чья или чай матча не несет так арахис это бабы они очень тяжелый для желудка лучше у грецкие орехи или миндаль конечно я люблю еще и господи и фундук ну конечно больше всего у люблю кедровую на ней дорогие сейчас посмотрю время так у нас с вами есть еще пять минуток и мы с вами будем заканчивать а еще сразу напоминаю что у нас прямой эфир если вы допустим подключились только совсем недавно не переживайте потому что вы сможете посмотреть прямой эфир в записи здесь в инстаграм все прямые эфиры сохраняются в айджи тиви либо вы сможете посмотреть прямой эфир точно так же в любое удобное для вас время на youtube потому что сейчас мы прямой эфир проведем и загрузим его на youtube и вы сможете его посмотреть вот что еще хотела сказать а можно домашнюю корейскую морковь на яблочном уксусе или на конечно же можно но тоже не чаще наверное раза в неделю потому что все-таки даже пусть это будет ну домашний салат но он достаточно солено-пряно-острый естественно захочется больше пить воды и так далее поэтому да можно и вот особенно зимой морковка морковка свекла капустка во всех видах выручает маша если вес ушел минус 4 а потом вернуться плюс 2 оксана вы знаете сейчас возможно еще такие моменты не только потому что вы там что-то делали неправильно еще возможно что сейчас так скажем атипичная жара непривычная то есть в тех регионах где жары не бывает вот если вы с таким столкнулись то посмотрите потому что просто жара ну вот на своем личном опыте я живу в астрахани до жара вызывает отеки то есть организм начинает задерживать жидкость чтобы ее было достаточно вот поэтому на всякий случай посмотрите дальше еще разок честно взгляните на ваше питание потому что часто такое бывает что мы получаем результаты и так скажем немного расслабляемся вот и конечно же что еще посмотрите видео а почему стоит вес но у вас он увеличился но в любом случае возможно какую-то информацию для себя полезную вы почерпнете так как ваша рука рука на самом деле супер пальцы шевелятся но и в принципе в суставе она двигается не болит жду пятницы снимут гипс и я буду свободны и вообще так машинка это лучше спасибо большое так машину вашу лет лучше спасибо хотелось бы посмотреть сначала ваши первые видео когда вы начинали пожалуйста все есть на youtube подписывайтесь там есть вариант отсортировать по господи дайте публикации то есть вы сможете посмотреть самого первого видео она была загружена 15 насколько я помню март 19 года сыр копченая косичка лучше не надо так про свиное сало или это вредно свиное сало на самом деле не вредно если это то сало которое вы посолили сами либо купили там где-то у знакомых на рынке то есть это не ядовитое сало которое там с какими-то добавками с солями бесконечными консервантами и так далее вот его можно раз в неделю с хлебом ну из помидорка я бы поела информация очень интересно слушать и применяя активно круто так мы с вами сейчас прямой эфир уже заканчиваем потому что нужно чтобы он обязательно сохранился большое спасибо всем кто пришел на прямой эфир кстати хочу сказать что завтра прямого винегрет конечно можно потому что честно как ты не снимала рецепт потому что или где-то мы даже что-то такое типа винегретные снимали честно не помню так много видео их будет еще больше потому что снимут гипс и я соскучилась по готовке на самом деле и столько всего разного придумала и уже хочется приготовить винегрет это супер и конечно едим его с удовольствием но и с пользой вот по поводу вот что я говорила завтра прямого эфира не будет потому что завтра я наконец-то иду на маникюр и вообще в общем просто иду отдохнуть скажем так вот кайфануть я бы даже сказала поэтому у меня завтра не получится потому что сейчас лето записи очень такая это самое вот поэтому чтобы вы знали что завтра прямого эфира не будет это нормально со мной все хорошо и завтра я еще на всякий случай напишу ну выпущу stories чтобы ну всех допустим сегодня не было на эфире это все дело увидели и чтобы вы свое время тоже рассчитывали и не ожидали меня потому что я правда сегодня в бежала вот было 17 но в астрахани на час пользу то есть был 1759 астраханского и я давай быстрее домой тут телефон разрядился давай микрофон сергей тут я же одной рукой не могу зарядку в общем все быстрее чтобы только это включится все заканчиваю говорить всех люблю всех целую все умнички все молодцы рада была с вами пообщаться завтра эфира не будет в пятницу я думаю что будет если что сообщу дополнительно спасибо всем большое за сердечки за поддержку вот видео завтра на ю тубе будет обязательно все с вами была мария мироневич я желаю всем любви добра ну и конечно до новых встреч